Открийте, будь ласка, на территорию... Мы сейчас пойдем, пожалуйста, на территорию... Так... Держи! Значит... Юж, скажи пару слов, пожалуйста... Открийте, будь ласка, доступ, безперешкодный народный депутат... Вы ничего не можете ждать. Открийте, будь ласка. Вы прошуете закон. Ваше керівництво, это не закон. Закон Украины пересечає. Приверіг, будь ласка, потрапите негально на территорию. Викрите, будь ласка, вы зараз прошуете закон. Открийте. С кем вы разговариваете зараз? Ну, я своим. Кто, фамилия, имя? Анатолиевич Кулеш. Зараз прошуете закон. Открийте, будь ласка, ворота. И не прешкоджайте идеальности. Все открыто, пожалуйста. Пройдут только депутаты. Все открыто, будь ласка, добро. Да. Скажите, что вы не имеете права перескоджать в деятельности народных депутатов. Ну, то вы работаете, будь ласка, что вам кажут депутаты. Вы поведомили все, поставьте трубку и посидите. Что вы не понимаете, что я и так закрывайте. Я сейчас стараться строить. Я по команде заповедовал. Значит, в двух словах. Петр Алексеевич Порошенко опять по беспределу выкрал нескольких грузин. Одного добровольца героя АТО, героя Украины Ванона Дирадзе, которого выкрали сегодня утром из кафе. Девять человек ворвалось, вернули ему руки без постановы суда, без жодного документа. Второго журналиста телеканала Рустав Идуан, Камаза Савшишвили и третьего бывшего охранника Михаила Джураба Цинцадзе. И вот сейчас мы находимся в аэропорте Жулианы. Ищем ребят. По нашей информации, они находятся здесь в карантине. Поэтому вот народный депутат Юра Деревянко пытается разобраться. Семен Семенченко, Павло Костенко, Соболев и Вор тоже победят. Пытаются разобраться и предотвратить кражу людей. Это не Колумбия и не Уганда, чтобы такое происходило. Молодец. Молодец. Давайте депутаты пример. Молодец. 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 Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Ну помогайте. Кнопку нажать, а доткрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, скажите пару слов, а то нас смотрят уже теста человек и не поймут, что у нас происходит. Мы видим, что Порошенко перешел во всевозможные разумные границы. Сегодня троих фактически соратников Михайлов без предъявления документов, постановления суда, хвачено в центре города и без возможности какой-то юридической защиты вывезено в аэропорт. Я считаю, что это началом серьезных политических преследований не только рухановых сил, но и других оппозиционных сил. Дипократические принципы, которые Порошенко заявлял в начале своей избирательной кампании, сегодня полностью разрушены. Доверия к такой власти нет, доверия к каким правоохранительным органам нет. Эту власть потребно менять, потребно проводить новые выборы. Слава Украине! Что же сказать, когда иноземцы, это международный скандал, когда иноземцы просто хватают в центре города и высылают без всякого... Причем один из них, напоминаю, что герой Украины, который сражался в зоне АТО, потом Порошенко не может ему простить, что он участвовал активно в блокаде угля, торговле на крови. И с тех пор ведется охота, как это, на Ивану Надирадзе. И сейчас был в наметовом городке. Как только он вышел выпить кофе, шесть работников СБУ, а девять загалили, десять спецназа ворвали, скрутили ему руки. И вот сейчас находимся в аэропорте Жулиани. Кто рядом, присоединяйтесь. Что же сказать про нас, маленьких граждан, они могут с нами делать все, что они хотят. Давайте мы объединемся, давайте боремся против этой влады и доказывать, что мы не просто маленькие песчинки в этом море народу нашей Украины, а граждане, которые выстоят наши интересы и наших родственников, близких, и воюем за наши права и свободы. Вот такие вот дела. Все, кто сейчас видит, все, кто чует, заезжайте сюда, допоможите отстоять права гражданин, иноземных и наших гражданин. Не можно так делать, не можно вдягать мешок на голову никому. Это не злочинцы, что можно их скласти в автомобиль и вывезти кудись. Это не злочинцы. А если они злочинцы, это нужно довезти. Сюда. Не можно так с людьми, с людьми так не можно. Заезжайте все, давайте відстояйте свои права. Мы находимся біля нового терминала аэропорту Жиляны. Приезжайте до нас. Терминал Б, Медова 2. Кто рядом, друзья, присоединяйтесь. Медова 2. Терминал Б, аэропорт Жиляны. Здесь держат украденных Порошенко ребят. Предотвратим этот беспредел сегодня же. Ну и еще хочу сказать вам, что без политической борьбы мы не сможем выиграть эту войну против влади. Я вас всех запрошу вступать в наш рух новых сил, приедуватись до политической борьбы, потому что гражданская борьба, она не дает результаты, которые сегодня нужны нам и нашей стране. Мы все можем втратить. Приеднуйтесь до нас, до нашей политической силы. Будем объеднуваться, працювать, офисы есть и вырешивать все наши складные питания. Хлопцы, расскажите пару слов про Авану на Дерадзе, чтобы люди знали. Ребята, расскажите пару слов, где он воевал, что он делал, чем занимался, чтобы друзья понимали, кого сегодня украл Порошенко. Здесь парнион Тонбасс, герои Украины, народные герои Украины. Ну и все, я обещаю. Сейчас зараз никого не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!